Территория машин Всем привет! С вами Территория машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о плохих полицейских из Германии и дымных домах. Если вы думаете, что засады на дорогах удел исключительно наших дорожных полицейских, то вы зря так думаете. В ФРГ произошел показательный случай, который сначала не придали огласке. На одном из участков автобана коварные полицейские установили временный знак ограничения скорости. Ну, такой желтый круг с красной окантовкой, если кто не знает. Сами спокойно встали в паре километров дальше и смотрели картинки с камер фиксации. За два с половиной часа наблюдений инспекторы остановили почти 500 автомобилей, а 108 водителей были лишены прав. Абсолютным рекордсменом того дня стал некто, несшийся со скоростью 192 километра в час. По немецким законам это не просто лишение прав. Это еще и штраф в несколько тысяч евро. А может быть и направление на общественные работы. Ну, там, на уборку угля или битых кирпичей. Понятное дело, что договариваться немецкие полицейские не умеют. Нарушил — получи по всей строгости, сколько глазки не строй. Ученые, они умные, даже британские. Они проводят исследования, делают выводы и рассказывают о них миру. Буквально недавно умы автомобилистов взбудоражили итальянские исследователи. Они брали пробы воздуха, кряхтели над приборами и выяснили одну очень забавную вещь. Выяснилось, что автомобили не так и ужасны в плане загрязнения воздуха. Большинство европейского автопарка давно отвечает строжайшим экологическим нормам. До гибридов развелось масса. Больше всех чаят в городе — дома. Именно системы отопления, которым, может быть, сто лет в обед, выделяют больше всех гадости в атмосферу. Особенно ситуация усугубляется в крупных городах, где на модернизацию систем отопления просто не хватает средств. Не отстают и наши сельские товарищи, которые топят печки вообще всем, что хоть как-то горит. Тем не менее, в некоторых странах Европы давно зреет хитрый план по запрету двигателей внутреннего сгорания. Видимо, инициаторы не очень в курсе, откуда берется электричество. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. Территория машин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова